Голосование. Кто понял? Так, 3, 4, 5, 6 человек поняли. Непонявшие есть. Поэтому давайте-ка... Давайте мы с вас пытаемся, хорошо? Попытайтесь повторить это. Вот у нас с самого начала же, да? Конечно. Вот, значит, нам надо доказать, что если сумма степеней любых двух несмежных вершин, не меньшее числа вершин графа, то есть гамильтоновый цикл. Значит, возьмем две точки. Нет. Для начала произвольным образом расположим вершины графа по окружности. Ну да. Важно с чего начинать. Мы будем в некотором смысле совершенствовать конструкцию. Иногда говорят метод причесывания. Мы берем произвольную конструкцию и потихонечку будем улучшать, 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 и в конце концов получим то, что надо. Вот, вот мы как бы рассадили точки по этой окружности. И вот возьмем точку, вот эту точку и вот эту точку. Это А, А точка и Б. Значит, из них выходит, между ними, допустим, что между ними они не соединены ребром. И они не соединены ребром, да. И из точки Б выходит сколько-то ребра, да. И из точки А тоже сколько-то ребра. Вот, значит, теперь, если, если у нас, если отсюда ребро попадет вот сюда, и отсюда ребро сюда, да, в соседние... В соседние, да, получается, в соседние точки. Да. В общем, тут важен порядок. Вот именно по часовой стрелке после х идет у. Вот, да, и обозначим в теорете точки. И эта точка, вот эта будет х, а вот эта будет и. И они соседние, и мы их... Они тоже не соединены ребром. Неизвестно. Ну, неизвестно, да, соединены они, либо не соединены. И теперь. Вот, посмотрим на... Вот, теперь обозначим, значит, степень этой вершины А, точки А. Буквы Альфа. Буквы Альфа. Получается, да, Бетта. Буквы Бетта, да. И теперь у нас отсюда выходит Бетта, ну да, отсюда выходит Бетта-ребер. Отсюда Альфа, наверное. И теперь сделаем так. Возьмем любое ребро. Оно попадет у нас в какую-то точку за, ну, на этой окружности. И обозначим эту точку за... Ну, это как от буквы Ц, это как от Ту. Теперь у нее соседнюю... Не соседнюю. Соседнюю по часовой стрелке. Следующую, да. Следующую по часовой стрелке. Позначим С-штрих. И у нас вот таких вот со штрихом будет, со штрихом точек, у нас их будет Альфа. И Альфа минус один. И Альфа минус один. Потому что Альфа минус один, потому... Почему? Потому что вот отсюда у нас может выходить какое-то ребро вот... Вот это. Соседнюю. Вот это соседнюю с этим. Мы идем по часовой. И опять приходит два. Поэтому у нас ничего не делается. А здесь почему мы не делаем минус один? Потому что если у нас уже вот эти две соседни, а вот здесь у нас нет ребра, мы не можем вот так сделать. Потому что иначе мы просто стерлили эту приборку и все, да. Вот. И здесь мы записали, что у нас Альфа минус один вот таких точек со штрихом. Или Альфа. А отсюда, когда будут выходить, ну тоже со штрихом, их... Бет. Бет. Теперь вот здесь мы написали Альфа плюс Бета. Должно быть у нас вот... Значит, у нас... По условию теоремы у нас Альфа плюс Бета должно быть больше или равно Н. Н это у нас сколько всего выше. Так вот. Значит, здесь у нас тоже вот у нас вот это вот больше, чем это. А так как это уже и так больше или равно по условию теоремы Н, то это тоже точно уже больше и равно Н. Потому что здесь даже меньше. Ну или равно. Альфа плюс Бета больше или равно чем Н, значит Альфа плюс Бета минус один больше и равно чем Н минус один. Да. Потому что здесь мы минус один, а здесь минус один. Да. Вот. А в начале мы собираем вот эти две точки. Если мы их не посчитаем, то вот здесь всего от точек, вот здесь и вот здесь, у нас будет Н минус два. Так что эти две точки мы не читаем. Да. А здесь Н минус один это больше Н минус два. Ну, собственно, все. Так, у вас там подробно? Если я поняла решение по-другому, никак доказываться. Вы знаете другой способ решения? Нет, ну если для себя поняли по-другому, а не... Нет, что такое для себя поняли? Ну то есть, если там через Н, а вы по-другому решили. Нет, это непонятная фраза сейчас говорить. Дело в том, что вот так вот, просто сидя на уроке, придумать новое доказательство этой теоремы, нет, может быть, это ей можно, но это очень высокий математический уровень. Я не верю, что вы сейчас придумали по-настоящему другое. Нет, я в смысле имею в виду то, что вместо того, чтобы, как бы, сказать, ну, думать математически, я просто рассудила, но, получается, получается, это то же самое. Понятно, понятно. Значит, ответ очень простой. Это потому, что у вас в голове происходит что-то. У него в голове происходит что-то, у него в голове происходит что-то, так? И все люди в этом все-таки разные. И люди действительно думают по-разному, и более того, даже вы в разные годы своей жизни будете думать по-разному. Поэтому есть простой способ. Надо никогда не верить в то, что ваш мозг, так сказать, гениально все делает с первого раза, а надо любую математическую тему, или не только математическую, просто учить несколько раз. Вот я очень хорошо помню, когда я вот пришел в Мехмат на первый курс, но тогда никаких компьютеров не было, я пришел в библиотеку, и вдруг нам выдали по несколько разных учебников на каждый предмет. Вот есть какой-то курс математического анализа. Ну, это один стандартный курс, который на Мехмате всегда читается. Вдруг мне ему выдали, и я не помню, что эти три разных учебника. И то же самое с другими предметами. То есть в результате я шел просто вот так вот, еле-еле, еле-еле. Вот. А почему? А потому что настоящее понимание удается достичь, только когда вы одну и ту же вещь обдумали с разных позиций. Именно поэтому очень полезно учить материал там по нескольким книжкам или у нескольких преподавателей. Понимаете, нет математики с привака. Понимаете? Нет. Вот есть просто математика. И разумеется, когда вы у меня учитесь, наверняка какие-то вещи я для вас расскажу плохо. Может быть, я просто плохо расскажу. А может быть, вы как-то что-то не поймете. Единственный способ – это не пытаться идеально выучить вот этот вот курс наш. Способ такой – надо учить много разных курсов. Я абсолютный противник идеи, так сказать, учить курс на 5+. Вы лучше выучите несколько курсов на 3-4. Это будет гораздо лучше, чем один выучить на 5+. Что? Вот то же самое, что когда учишься на разных кружках у разных учителей, некоторые темы совпадают, и они рассказывают по-разному. И, как бы, ты набираешь информацию с разных источников и все выучаешь при себе дошло. Единственную информацию надо уметь получать не только на кружках. Вот это был главный мой призыв, что вообще существуют еще и книги, но и чем много чего существует. В отличие от моего детства, когда достать книжку – это было что-то такое дико трудное, сейчас выложено абсолютно бесплатно и официально литературу математической больше, чем вы способны прочитать. Где брать книги? Знаете? Нет. А вот зря не знаете. Есть такой сайт МССМЕ, там есть раздел «Электронная библиотека». «Электронная библиотека», там огромное количество математических книжек, называется «Моссловский центр мирового математического образования». Огромное количество книжек, отсканированных, выложенных, что вот это берите, читайте. Ну, на самом деле, существует еще огромное количество источников, что это менее очевидно, но вы для начала хотя бы там, понятно, да, хотя бы то начните смотреть, там журнал «Квант» огромный, вот этих вот, на МССМЕ книжек отсканировано просто безумно много и так далее, и так далее. И тогда все получится. Так, все. Голосование. А? Голосование сейчас. Да, голосование. Кому надо ответить? То есть кто-нибудь... Вы не поняли, да? Да. Так, что вы не поняли, быстрее. Ну, по крайней мере, практически все. Вы ничего не поняли. Это хорошо. Это заметить, да? Так, а что с вами делали? Не знаю. Есть метод Винни-Пуха? Придем. Давайте. Вы будете Винни-Пухом. Хорошо. Вот. А вы будете лестницей. Да. Быстрее. Метод Винни-Пуха в чем стоит, помните? Нет. Чтобы спуститься с лестницы, надо сделать очень плохо. Очень просто. Не плохо, а просто. Надо с головой свеситься вниз и отполкнуться ногами. И ударить с головой и первую ступеньку. Надо смотреть по сторонам и продолжить движение. Удариться головой второй, третий, четвертый, пятый. Когда вы проведете все это, удовольствие получите. Вперед? Вперед. Я буду объяснять. Да. В чем, то есть с чего мы начинаем? Мы берем граф и как-то рандомно, в смысле, произвольно, случайным образом расставляем... Нет, даже нет. Случайным, это когда мы знаем, с какой вероятностью, что делается. Это называется произвольным. Я это сказал. Произвольным образом расставляем его вершину графа на окружности. Это понятно, да? Да. Вот. И ставим перегородки. Итак, и ставим между каждой вершиной перегородки. Между соседями. Между соседями, да. Между соседями вершиной перегородки. Итак, потом... Что... Какой следующий шаг? Перегородки? Ну, почему? Понятно. Окей. Что мы делаем? Если между двумя вершинами стоит перегородка, но если между двумя вершинами, которые соединены ребром, стоит перегородка, то мы эту перегородку убираем. Так. Понятно, да? И это мусс. Это мусс, правильно? Да. И, то есть, после... Мы взяли и так убрали. То есть, у нас пропали перегородки между вершинами, которые соединены вербом. Итак, что дальше? Допустим, между какими-то вершинами перегородка осталась. Судоми-верх мы взяли вершину А и вершину В. Между ними есть перегородка. Понятно, да? Что мы делаем? Из каждой этой вершины... Эти вершины у нас не смежные и, соответственно... Не смежные, значит, не соединенные. Не соединенные ребром, да. Значит, они подходят к этому условию. Соответственно... Стоп. Не смугайте на него и говорите быстро, быстро. Простите, пожалуйста. Вы просто можете слова не слышите. То есть, они подходят к этому условию. То есть, из вершины А выходит альфа-рёбер. Это понятно, да? Да. А из вершины В и бета. Бета, да. То есть, это получаются их степени. Соответственно, по этому условию сумма степеней двухнежных вершин будет больше или равна В. Вот, соответственно, вот мы получаем какое-то равенство. Итак. Что, соответственно, получается? Одна из рёбер, которая выходит из вершины А... Одно из рёбер. Одно из рёбер, которая выходит из вершины А, будет, соответственно, придёт в точку Х, на вершину Х, а одно из рёбер в вершину Y. И эти вершины будут лежать на окружности, и между ними не будет перекорот. Неизвестно. Это неважно. Они будут лежать рядом на этой окружности. Это понятно. На этом месте. Слушали? Соответственно, мы говорим, что такое будет, а потом будем доказывать. То есть, если такое происходит, то, что мы можем сделать, то количество перегородок уменьшается. Логично? Потому что... Покажите, как пройти. Потому что мы можем пройти вот условно так, потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так, вот так. Не условно, а так пройти. Так и пройдём, да, так и пройдём. Соответственно, вот эта перегородка отпадает. Так. Вот. И, соответственно, мы что сделали, мы уменьшили количество перегородок, и так будет и дальше со всеми перегородками. То есть, мы уже одну здесь сделали, и дальше так и будет. Заметьте, каждый раз исчезает или одна, или две перегородки. Вот, если здесь перегородки не было, то исчезает одна. А если здесь были две, и здесь, и здесь, то тогда две. За каждый шаг либо одна, либо две перегородки. Ну, в целом, после такого количество перегородок уменьшается, в итоге она дойдёт до нуля. И так вот. Что теперь? Теперь мы доказываем, что вот такие две точки всегда найдутся. То есть, это ребра пойдёт... Эти два ребра придутся в точки, которые лежат рядом на... на этой окружности. Итак, что... Как мы это доказывали? Из точки альфа выходит... Из точки а? Аа, господи, да. Выходит альфа-ребр. Вот, вышли, и мы от каждого этого ребра... То есть, ребра вышла в какую-то точку. Пришла вот, например, точка с. От этой точки с мы по числовой стрелке, получается, находим... Очень соседние вершины. Да, приходим к соседней вершине. Да. А почему... В смысле? Зачем? Вот, соответственно, если это будет точка... Мы ищем пару... Да, мы ищем пару... Вот, чтобы... Вот, смотри, вот, получается, если мы приходим в С, в С, то из этого С' будет ребра в Б. И тогда... То есть, мы ищем точку, подходящую под... Вот... Вот... Понятно? А... Вот, соответственно... Вот, соответственно... И казалось бы, что у нас будет таких точек... С' и так далее... Альфа, но нет, потому что... мы можем как-нибудь попасть в точку, которая лежит рядом с альфа, и попадем, соответственно, в нее же, и точек будет не альфа, а альфа-минус 3. А, соответственно, мы находим... Вот оно у нас, это число, альфа-минус 1. Вот такое количество вершин мы найдем. Итак, теперь из B. Из B выходит в бета-количество ребер, и чтобы вот это условие было неверным, т.е. мы еще доказали, что оно верное, т.е. чтобы доказать, допустим, что это неверно, и из B выходит в бета-точек, и они никак не пересекаются с этими точками, которых у нас альфа-минус 1. Т.е. мы нашли альфа-минус 1 точек, и теперь у нас еще бета-точек, и они разные с этими. А, т.е. те точки, которые выходят из точки А, они... Т.е. это не те точки А, концы ребер, выходящих из точки А, мы все подкрутили на один шаг по часовой стрелке, и так получили альфа-минус 1 точку. И другим цветом рисуем концы ребер, выходящих из точки B. Представьте, в цветах, вот те точки, которые типа С', мы их покрасим, не знаю, в зеленый цвет, а точки, которые... просто ребра, концы ребер, выходящих из точки B, покрасим в синий цвет. Тогда у нас будет зеленых точек альфа-минус 1 или альфа, а синих будет бета. И всего их будет не меньше, чем n-1. Но место для них n-2. Понятно, почему для них n-2 место? Да, потому что там уже точки A и B да, точки A и B ни при чем, а n-2 меньше, чем n-1. Называется принцип Дерихле. Если у вас людей больше, чем комнаты, и вы разведлили людей по комнатам, то в какую-то комнату зашли два или больше человека. Все. Ну, вроде да. Спасибо. Ну, ребята, значит, смотрите, на самом деле далеко не всегда удается, что называется, вот так вот делать, потому что, ну, просто времени жалко, да? Но, с другой стороны, благодаря что удается интернету, у любого из вас есть возможность кучу раз прослушаться, ну, и тоже, и так далее. В общем, надо всегда добиваться понимания. Так, сейчас есть человек, кто не понял? Ага. Ты там как? Я понял. Понял, да? Вы? Точно понял? Вы? Понял. Все. Отлично. Все. Считается, что с этим мы. Это, правда, красивое доказательство. Все.